Если Господь человеку покажет, что такое богатство, как правильно им воспользоваться, намерение человека, думает, помогать, а так это будет или не так, надо всё это знать. Вот есть хороший рассказ такой, к священнику приходил один человек, он такой верующий, платит, видимо, десятину. Ну, я бы больше заплатил, но нет у меня ничего. И он однажды бы запил к Богу, Господи, вот такой-то там назвал его, он такой хороший, он ещё больше помогал бы, и мы бы тут и церковь отстроили, и нищим помогли. Нельзя ли его богатым сделать? Он только помолился, он пошёл на работу, а работа из каменоломнях-то, и большой слиток золота нашёл. Ну, он его определил, тогда не отнимали, это его, а сейчас он должен-то сдать государству и прочее. И он сделался очень богатым. Ну, он слышит, люди стали отзываться о нём плохо, говорят, вот придёшь, его губернатором избрали, на приём не попадёшь. Если нужно что-то сделать, человека неправильно осудили, чтобы он походотайствовал, а там, которые у него прислуживают, они прогоняют прямо от дверей. Ну, он тогда пошёл и поговорит с ним, священник-то этот. Пришёл, а его чуть не за шею вытолкли, да пошёл ты отсюда, старик, тут без тебя дел хватает. Он говорит, да мы хорошо знакомы, да вы все знакомы, лезете с утра пораньше. У него более важные дела есть. Вот на фронт отправляют людей, он за это тоже отвечает. И он вернулся домой, Господи, да как же так, да Никифор такой хороший был, да что с ним есть-то? И он внутренним голосом понял, проси, да знай, что просишь. Ты же не сказал, что будет воля твоя, Господи. Моей воли не было, чтобы он богатый был. Ну, он возопил, так он так и не спасётся. Ясно, что не спасётся. Господи, верни ему прежнее духовное состояние-то. И у него недостатки нашли, возбудили уголовное дело, но отпустили на свободу. И он опять стал таким же каменоломом, и там работает где-то в карьере-то. Вот так. Проси, да знай. Ну, а что лучше-то? У меня стихотворение есть, что если бы какие-то есть богатые миллионеры, чтобы они со мной поделились. Нам издавать тут книги, нету. Такие важные дела. Ко мне ни одного рубля за всю жизнь не прилипло, нигде. Я говорю сейчас, Господи, ты мне надо дело избрал. У меня нет понятия о деньгах, никакого. Много это или мало, я кому-то предлагаю. За рубежом много знали, я там ездил по приглашению митрополита в Италии. Ну, я отовсюду, там, из Канады, Бразилии, Австралии, отовсюду присылали что-то. Я на почту еду, ни один, у кого ребятишек много, без меня не выдадут посылку. Я расписываюсь, их мои пальцы, отпечатка ни на одной посылке нету. Все до одной уходят туда. Почему? Мне не надо, я не нуждаюсь. У меня и здоровье, и аппетит, и сон, все на месте. Ну, а вот болеете ноги, да, это истерлость, это не болезнь. Это, ну, упал человек, руку сломалось, это не болезнь. Это несчастный случай, и другое Господь показывает. Вот так. Вот сейчас мы очень нуждаемся, чтобы кто-то помог. Помог переиздать впервые проповеди во свете Святой Библии. Напоминаю, материал очень серьезный. Сколько у меня помощников сейчас, вот, проповеди, которые я говорю, перевести надо в буквенное, в вордовское состояние. Примерно 304 человека уже помогают. Но это не в один день делает каждый. А есть такие, которые недавно только пришли, девора каких-то находят. Какие люди прямо. Только пришли недавно, уже по одной проповеди прошли. А один Коробейников, я говорю, да, длинная фамилия, он сразу говорит, да, вы считаете два, у меня жена есть. Ну, и жене дал, и жена сегодня ночью уже через девору прислала. Вот как люди трудятся. Но мы-то думали, как? А получается не так. Напоминаю, что трехтомник Нового Завета, каждый том 752 страницы. Это книга и том. Проповедь в стихах, 4 тома было, по 882 страницы. Здесь думаем, что будет никак не меньше 1100 страниц. Думали, 5 томов. Нет, в 5 не вмещается, в 6. Видите, как движется? И поэтому средства, которые типография берет, да книгу еще большим форматом сделать, у нас ничего на это нет. А сколько надо? Вот сейчас бы богатый был, и сколько сто надо надо? До 10. Всего не рублей, миллионов, конечно. Уже цена примерно высвечивается какая. У нас ничего нет на это. Тем более, если раньше издавали о том, что тут ответственный я, сейчас берет на себя вот наше общество. Издаются эти книги по духовному этому саду, дружеству интернетному. Как-то так вот хотели сделать. Но уж как сделает Господь. Вот. Не можешь помочь ничем. Скажи тем, которые могут. Иначе нам не издать. Деньги идут не на меня, они идут сразу в другое место, на типографию. Если кто-то сомневается, даже на 1%, то не надо. Чтобы не осквернять такое святое дело. Мы же делаем для пробуждения людей. Проповедей будет не одна, не две проповедь, а тысячи. В одном месте, чтобы так были собраны, это нигде нет. У самых плодовитых священников, кроме Иоанна Златоуста. А я его насчитывал, хорошо знаю, и многое перенял от него. Итак, каждый может сказать, я могу оказать помощь. Если больной, молитвой хотя бы. Что? Спрашивает, а можно помогать десятиной? Можно, повторяю, можно. Но эту десятину, деньги, сколько пришлет человек, на столько ему книг дадут. Если он скажет мне, на мои деньги, с пересылкой это надо иметь в виду еще. И столько прислать. Но если столько же и столько, то мы-то все-таки маленько что-то имеем от этого, чтобы другую книгу переиздать-то. Мы готовы принять, но только эти книги на десятину нельзя вам ни продавать, ни дарить никому, кроме священников. Потому что десятина принадлежала им. Любой, кто послушает, и все говорят правильно, разумно. Вот возьмите то, что я сейчас говорю. Вашей помощи не будет ни молитвенной. Намного труднее будет, а может быть и совсем ничего не сделать. Мы здесь собрались для того, чтобы едиными устами прославить Господа. И вот люди, которые ведут корректуру здесь, они сколько времени полагают. Я хотел сказать, что вот у нас тут есть сестра одна. Может, ее даже не все видят, и промелькнет она. Вы не приглядывайтесь, чтобы тоже ее взяли в постоянные молитвы. Она очень много корректуры помогает. Кондратюх и Ирина. Она вроде бы в Белоруссии живет, но настолько добросовестно, даже выразить не могу, чтобы Господь ее сохранил. Она много времени тратит. И кроме того, у нас считается Слово Божие по трехтомнику. Вот сейчас сразу буду читать. Взяли на себя эту обязанность, как сказать, прямо подвиг настоящий. Две сестры их опили на Валентина Сергеевна, Симоненко, Ольга Николаевна. Вот я сказал, Валентина и Ольга, запишите тоже. Они считают, и сейчас будем мы их слушать. А там и назвали Ирина. Вот три человека себе впишите. Я уж не говорю о Вячеславе, который хорошо знаете. Так-то, в общем, что-то забывается где-то, а это уже постоянно при вас будет. Ну, сестры, ваше время считать Слово Божие. Отошел. Господи.